Всем привет! В этом видео я покажу вам, как изменить обычный курсор мыши на свой собственный, например, как у меня в данный момент, либо на любой другой курсор на ваш вкус и цвет. Также вы узнаете, как изменить другие элементы курсоров, имеющиеся в операционной системе Windows 10. Для начала давайте я вам быстро покажу, как изменить стандартный размер курсора мыши и поменять его цвет. А далее приступим к полной его замене. Итак, для того, чтобы изменить цвет и размер стандартного курсора мыши, жмем пуск. Параметры. Специальные возможности. И здесь нажимаем указатель мыши. В этом окне, если передвигать ползунок вправо-влево, будет меняться размер курсора. Свет курсора меняется ниже в четырех квадратах. Первый квадрат это белый цвет, который установлен сейчас. Второй черный цвет. Третий инвертирование, то есть курсор становится прозрачным и под ним видно текст. И четвертый выбор собственного цвета для курсора. При необходимости, если нажать здесь плюс, то можно настроить цвет указателя мыши вручную. Думаю с этим все понятно. Закрываем окно параметров. Переходим к полной замене курсора на свой собственный. Для этого вначале его необходимо скачать в интернете. На сегодняшний день существует масса сайтов с бесплатными курсорами. Один из таких популярных сайтов rw-designer.com Открываем браузер и пишем в поисковике rw-designer.com Жмем Enter. После чего мы попадаем на сайт курсоров мыши и прочих элементов. Здесь нажимаем галерея. И курсоры. После чего открывается окно с сотнями курсоров. Выбираем приглянувшийся курсор и жмем на него. Как видно в этом окне кроме нужного мне курсора мыши имеются и другие различные курсоры с одинаковой цветовой тематикой. Чуть позже я объясню для чего они служат и где их можно использовать. А пока давайте скачаем все предложенные курсоры из этого списка. Для этого жмем здесь на кнопку скачать. После чего архив с данными курсорами практически сразу скачивается. Теперь необходимо найти данный архив и распаковать его. Для этого закрываем окно браузера. Открываем проводник. И заходим в папку загрузки. В эту папку по умолчанию попадают все скачанные файлы из интернета. Итак, наш архив с курсорами найден. Давайте распакуем его. Для этого правой кнопкой мыши кликаем рядом по пустому полю. Жмем создать. И папку. Можно оставить ее с таким же названием новая папка. Заходим в архив. Выделяем в нем все файлы. И перетягиваем их в созданную папку. Открываем папку и как видно в ней появились все удачно распакованные курсоры. Окно с архивом можно закрыть. И теперь приступаем к замене старого курсора из предложенных вариантов. Для начала давайте увеличим скачанные курсоры для наглядности. Жмем здесь по пустому полю правой кнопкой мыши, вид и обычные значки. Далее жмем пуск. Параметры. Специальные возможности. Указатель мыши. Дополнительные параметры мыши. И еще раз дополнительные параметры мыши. В окне свойства мышь жмем указатели. После чего мы попадаем в окно со стандартными курсорами и указателями Windows, которые используются сейчас в данный момент. Теперь давайте немного разберемся, что означают данные элементы и как их заменить на наши скачанные. Основной режим это курсор, которым я шевелю в данный момент. Чуть позже мы его заменим, к примеру, на этот новый курсор. Фоновый режим это когда вы запускаете какое-нибудь приложение на рабочем столе, и во время загрузки возле стрелки крутится синий круг. Его можно заменить на этот новый элемент с песочными часами. Режим занят это в принципе то же, что и фоновый режим, только без курсора мыши. Его можно заменить просто на песочные часы. Курсор выделения текста можно изменить на новый курсор выделения текста. Изменение вертикальных размеров это курсор, который появляется в верхней части окна при изменении его размера. Можно заменить его на этот курсор в виде вертикальных стрелок. Изменение горизонтальных размеров и размеров по диагонали можно также заменить на аналогичные курсоры. Также чуть ниже можно заменить руку с указательным пальцем, которая появляется при наведении на какую-нибудь ссылку, как в этом случае. Такую руку можно поменять собственно на похожий новый курсор руки. Итак, для чего служат все эти элементы курсоров, думаю вам понятно. Переходим наконец к замене основного курсора мыши. Для этого кликаем на основной режим, после чего открывается список стандартных унылых курсоров Windows, к которым мы чуть позже добавим новые скачанные курсоры. А пока жмем здесь этот компьютер, открываем папку загрузки и открываем созданную папку, в которой мы распаковали новые курсоры. Если значки будут мелкие, то для наглядности их можно увеличить, нажав здесь на правую кнопку мыши, вид и обычные значки. Теперь выбираем здесь курсор в качестве основного. Я например выберу этот, после чего жмем открыть. Как видно, в основном режиме появился новый курсор. Чтобы он стал активным, жмем применить. Готово, теперь у нас появился новый курсор мыши. Ну и давайте еще, к примеру, поменяем такой обычный курсор руки на скачанный новый. Для этого кликаем на выбор ссылки с изображением руки. Находим новую руку и жмем открыть, после чего жмем применить. Теперь при наведении курсора на ссылку будет появляться новая рука вместо обычной белой. Таким же образом меняются и все остальные курсоры, если вы посчитаете нужным. Далее очень важный момент. Для того, чтобы после перезагрузки компьютера измененные вами курсоры не сбросились в первоначальное состояние, то есть не стали такими же, какими они были, их необходимо скопировать в папку курсоров Windows. То есть все скачанные новые и распакованные курсоры, добавить их к стандартным курсором. Для этого выделяем здесь все новые курсоры, жмем правую кнопку мыши и копировать. Далее открываем этот компьютер, заходим на диск C, папка Windows и нажимаем один раз мышкой на папку курсорс. Жмем по папке курсорс правой кнопкой мыши и нажимаем вставить. Если появляется это окно, то жмем продолжить. Готово, новые курсоры добавлены к системным стандартным. Для наглядности можно зайти в папку курсорс и посмотреть. Теперь что делать, если вы хотите вернуть все измененные курсоры в первоначальное состояние. Для этого, к примеру, жмем здесь на измененный основной курсор, нажимаем по умолчанию и применить. То же самое делаем с рукой и другими элементами, если они были изменены. Как видно, измененные курсоры мыши с рукой в моем случае стали обычными, как и были. Кому было полезным и понравилось данное видео, поддержите его лайком и подпиской на канал, не забыв нажать на колокольчик. До скорых встреч на моем канале и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok